МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неужели им удастся избежать наказания? Суд отклонил ходатайство полицейских поместить юных живодёров с Южного в центр для правонарушителей. Папа одного из живодёров, наших малолетних, просто сидел весь допрос, проиграл в компьютерные игры. Заждались, когда же в Барнауле появится первый и сразу детский технопарк. Несмотря на отсутствие здания, все показатели положительные. В Барнауле открыли губернаторскую ёлку. Заряд бодрости и новогодние подарки получают самые достойные школьники. Не знаю, я как-то про Новый год уже так. У меня уже чувство новогоднее. Пошедший год был. Это информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Здравствуйте. Барнаульский автовокзал сегодня отменил около 10 междугородних рейсов из-за непогоды. В крае закрыты трассы по трём направлениям, дороги в степных районах. Автобусам и грузовикам запретили выходить на линии в Благовещенском и Кулундинском районах. В нашу редакцию также поступили сообщения о заносах в Родинском районе. Из-за порывистого ветра, мокрого снега и дождя водители передвигаются со скоростью не выше 20 км в час. Сотрудники ГИБДД просят жителей края по возможности отказаться сегодня и завтра от дальних междугородних поездок. 10 км. Самое масштабное повышение сразу на 40%. Если раньше родители платили 1650 рублей, то с 1 декабря 2300. Серьезное повышение также произошло в Бийске, Белокурихе и Новоалтайске. Недовольные повышением барнаульские родители даже написали петицию президенту Владимиру Путину. Отметим, что все детсады являются муниципальными учреждениями и тарифы устанавливают муниципалитет. Наверное, если есть необходимость, то нужно принимать решение о повышении родительской платы, но не такими шагами в полтора раза, как это пытаются сделать в Барнауле. Иными словами, немного поторопились. Между тем, сегодня в городском комитете по образованию нам сообщили, что прокомментировать новость не могут, так как окончательное решение по вопросу отмены повышения платы за детский сад еще не принято. Суд отклонил ходатайство полицейских, требующих поместить живодеров, которые издевались над кошками в поселке Южный, в центр временного содержания правонарушителей. Напомним, в сентябре волонтеры-зоозащитники привлекли внимание общественности к тому, что неизвестные убивают кошек на территории поселка. Полиция тогда возбудила уголовное дело. Какое наказание в итоге понесут правонарушители, младшему из которых едва исполнилось 9 лет, разбирался наш корреспондент Алексей Янкин. Эпопея наконец-то закончилась, тяжело выдыхает Галина Михалева. Во многом благодаря ее активности общественность узнала, что на Южном орудуют живодеры. Полиция, говорит жительница поселка, поначалу даже значения не придала серии насильственных смертей кошек. Нам сделали два отказных материала, они подготовили на наше заявление, причем я получила отказной даже не по своему заявлению. Выпотрошенного котенка, который лежал у всех на виду возле музыкальной школы, проигнорировать уже было нельзя. Правоохранительная машина заработала, виновников нашли сразу. Мучителями оказались двое малолетних детей, ученики местной школы. На счету криминального дуэта помимо кошачьих оказался и голубь. Камышовый кот Тихон – один из немногих, кому удалось вырваться из неподетски цепких рук. 20 минут, считаю, он был вот как в коме. Искусственное дыхание ему делала вот эта баба Галя. А сейчас мы понемногу восстанавливаемся. Появился аппетитик, набрали весик, стал хоть маленько не бояться людей. Как только живодеров выявили, трупы кошек перестали находить на улицах Южного. Куда смотрели родители – вопрос, который сейчас больше всего волнует зоозащитников и жителей поселка. На допросе, как мне сказали, папа одного из живодеров наших малолетних просто сидел весь допрос, проиграл в компьютерные игры. Уголовной ответственности в силу возраста дети не подлежат. Дело пришлось закрыть. А на днях и районный суд отклонил ходатайство полиции о направлении детей в учреждения для несовершеннолетних правонарушителей, где бы с ними работали психологи. Но бесследно для мучителей животных ситуация не пройдет. Оба несовершеннолетних обвиняемых были поставлены на профилактический учет в подразделении полиции по делам несовершеннолетних. Кроме того, с родителями обвиняемых, сотрудниками подразделения дознаний и по делам несовершеннолетних также проведены профилактические беседы. Эти семьи будут поставлены на контроль на жесткие. Ну а тем временем президент России Владимир Путин на днях подписал закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. За хулиганские действия, повлекшие гибель или увечья животных, теперь могут приговорить к тюремному заключению на срок до трех лет. То же деяние, совершенное в присутствии малолетнего или группы лиц, предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Здесь будет Алтайский технопарк. Первый и сразу детский юным талантом края. Его столицы власти пообещали свое собственное место для реализации всевозможных научных идей. Пообещали, что он появится еще весной, в апреле. Илья Кочетков выяснял, почему юные таланты до сих пор в ожидании храма науки и техники. Эти школьники – юные, но уже успешные программисты. Под руководством своего педагога они разработали обучающую игру. Представить ее их пригласили не куда-нибудь, а в московское Сколково. Там они всего за два дня создали новую, еще более совершенную. Мы показали углы преломления, показали притяжение, также мы показали электрические цепи. Ну и все. Ну и тем самым всем понравилось. Результат – победа в номинации «Промышленный дизайн». Технопарк Сколково произвел на юных программистов огромное впечатление. Говорят, когда в одном месте собрано столько увлеченных наукой людей, творить интереснее. О своем местном алтайском технопарке ребята пока лишь мечтают. Хотя наш кванториум, власти края, обещали ввести в эксплуатацию еще в апреле 2017 года. Однако год завершается, а работы в здании на Попанецов-113, именно его отдали под реализацию грандиозного проекта, по-прежнему не завершены. В Министерстве образования края нам пояснили всему виной нюансы. Они, оказывается, и потребовали разработки нового проекта. Обеспечение электричества, создание новых условий безопасности, обеспечить сразу доступную среду для маломобильных групп детей. Это позволит в будущем избежать каких-то перестроек, перепланировок, нарушения того, что только что сделано. То есть бывали такие случаи, когда здание только-только сдано в эксплуатацию, а потом начинаем вдруг проводить новые коммуникации. Вот чтобы это избежать, чтобы сделать все исключительно по правилам, было принято такое решение. Увеличилась ли при этом стоимость работ, нам не ответили. Новый срок сдачи объекта заверили чиновники январь 2018 года. По их словам, занятия по программе Кванториума пока идут удаленно, на базе обычных школ. Больше 400 школьников постигают ГИС-системы, программирование, робототехнику, биотехнологии и другие дисциплины. Федеральные эксперты подтверждают, реализация программы технопарка в Алтайском крае идет успешно. Группы набраны, педагоги, все прошедшие обучение у нас в Москве. Мы понимаем, что это за люди, мы видим их образовательный процесс. Несмотря на отсутствие здания, все показатели положительные. И мы надеемся прямо бумы и взрывы после того, как они зайдут на свои площади. Поразившие своим талантом Сколково, юные программисты тоже занимаются в рамках технопарка на базе родной гимназии. Их педагог говорит, когда все занятия объединят под одной крышей, появится целый ряд преимуществ. Даст возможность не только ученикам работать с современным оборудованием, на современной площадке, с нужными преподавателями, но и преподавателями общаться друг с другом. И формировать вот эти группы межсвязные, IT с биологией. Кстати, дополнительное техническое образование далеко не новшество для Алтая. Уже много лет идут занятия в Краевом центре научно-технической работы, где теперь самым маленьким преподают современную робототехнику. В сентябре этого года в Алтайском техническом университете открыли свой детский центр. И уже есть первые победители Олимпиад всероссийских соревнований. Педагоги в один голос говорят. Залог успеха именно в совместном творчестве. И те же педагоги добавляют. В деле воспитания важно не упустить момент. Будем надеяться, что очередные нюансы не разобьют мечты детей и их учителей. И уже после новогодних каникул в этом здании зазвучат детские голоса. Илья Кочетков, Александр Антропов, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. Информационный канал «Город». В Барнауле открыли губернаторскую елку. До 30 декабря новогодние представления в Театре драмы посетят 11 тысяч школьников, учащиеся младших классов, отличники, дети-инвалиды и сироты. Сегодня окунулась в детство и наш корреспондент Ирина Корчагина. Подробности далее. Здесь трудно измерить уровень шума. В фойе театра драмы перформанс. Через несколько минут на сцене герои сказки будут уже такими далекими. Сценарий главного новогоднего шоу для детей разрабатывался с начала года. На прошлой неделе спектакль прошел предпоказ перед специальной комиссией. Над сценарием спектакля работают и педагоги, и психологи, и другие специалисты, для того, чтобы дети получили массу позитивных эмоций, заряда. Здесь же раздают новогодние подарки за счет краевого бюджета, на которые потратили 21 миллион рублей. Кстати, в этом году губернаторский мешочек стал на одну конфетку больше. Красочная иллюминация, подвижная сцена и лучшие актеры театра драмы. Сюжет сказки понятен и прост для школьников младшего возраста. Ведь главный герой такой же ребенок, как и они. Непослушный мальчик Федя, в руках которого оказалась волшебная палочка. Она нарисует все, что ты скажешь, а то, что она нарисует, оживет. Здесь оживают фотоаппарат, мечи, коньки, пила, а злодей Абракадабр из королевства рукокрылых волшебников пытается стереть ластиком всех мальчиков и девочек. Главной критики спектакля вовсе не специальная комиссия от отдела по образованию, а дети. Они же пытались повлиять на исход спектакля. Я тебе дам кошечку, а ты мне кисточку, давай меняться. Смогут ли Федя и его друзья спасти Новый год? Узнают все желающие. Со 2 по 8 января сказку покажут для тех, кто не вошел в число счастливчиков на губернаторскую елку. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Смотрите далее. Стена Барнауцкой многоэтажки приобрела первоначальный облик. Жители добились, чтобы рекламный баннер сняли. Если нужна реклама, я думаю, ее надо делать. Независимо от того, где она будет. Вместо Бурыкина «Бенц» в городском комитете ЖКХ – новый председатель. Католики отмечают сегодня Рождество, как готовятся к главному празднику года. Это ривель-кухон, пирог с посыпушкой. Жители Барнауцкой многоэтажки добились победы в борьбе с рекламными баннерами. По их мнению, растяжка была установлена с нарушениями закона об истории со счастливым финалом. Кирилл Политов в рубрике «Коммунальный патруль». Здесь все как в старые добрые времена. Об улом напоминают разве что вот эти крепления. Точно на этом месте еще совсем недавно можно было видеть рекламный баннер одной известной фирмы по продаже автомобилей. Об этой проблеме нам рассказали сами жители этого дома по адресу Павловский тракт 267. Якобы на такие изменения фасада жильцы согласились на общем собрании. Вот только барнаульцы уверяли в обратном. Протокол общего собрания был как-то получен, что ли, путем, незаконным путем. И, соответственно, этого протокола общего собрания был заключен данный договор. Рекламе здесь не место решили домочаться, когда количество дыр в стенах стало увеличиваться буквально на глазах. Все новые и новые рекламодатели каждый раз разграничивали территорию по-новому. С тем, что такие баннеры портят вид фасадов, согласились и некоторые прохожие. Если нужна реклама, я думаю, ее надо делать. Независимо от того, где она будет. Ну, на домах, где нет окон, я думаю, на той стороне, где нет окон. Просто можно делать. Во-первых, холод запускают в квартиру. Вот на этом доме, вот на этой секции. Уже все оббили, все панели этой рекламой. Одну снимают, вторую вешают. И холодно в квартирах. Я не знаю. Я как-то не обращаю на них внимания. Даже не могу ответить. Стены дома, уверяет наш эксперт-юрист Дмитрий Лебедь. Общедомовое имущество. Об этом говорится в жилищном кодексе страны. Также необходимо получить разрешение в администрации города Барнаула. И собственникам при выдаче разрешения на размещение конструкции этих необходимо ознакомиться с типом конструкции. И все-таки какая именно реклама будет размещаться. Также желательно именно в договоре, допустим, на аренду данного фасада указать, что любая информация, которая будет размещаться, будет заранее согласовываться с представителями собственников дома. В отдельно взятом доме все же наступила рекламная пауза. Вот только надолго ли жалуются горожане? Напоминаю, телефон нашей редакции прежней, 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб. Или у вас есть история для новой серии нашей программы. Кирилл Политов, Алексей Фрезин, информационный канал «Город». Председатель городского комитета ЖКХ Владимир Бурыкин покинул свой пост. Вместо него руководителем назначен Антон Бенц. Напомним, Владимир Бурыкин в должности председателя комитета ЖКХ проработал 5,5 лет. Источники в мэрии утверждают, что он ушел на заслуженный отдых. Летом ему исполнилось 62 года. Антону Бенцу 57. Долгое время был генеральным директором особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Но в 2014 году ушел с этой должности. В Алтайском крае из бюджета выделят деньги крупному бизнесу. Власти создают структуру по выдаче льготных кредитов и грантов инвесторам, желающим развиваться в регионе. Пока на эти цели предусмотрено 400 миллионов рублей. Сможет ли эта мера стимулировать приток инвестиций и увеличить доходы в бюджет? Смотрите в нашем сюжете. В этих ящиках будущее предприятие Андрея Лазарева. Оборудование, которое позволит увеличить объемы производства, а значит и финансовые результаты. Станки, новые заводские линии и склад. Андрей Лазарев говорит, провести масштабную модернизацию на собственные средства невозможно. Приходится брать в долг. Сейчас банки предлагают инвест-кредиты минимум по ставке 10-13%. Банковский процент в структуре затрат не самая большая статья расходов. Но важное. Если инвестиционный кредит долговременный, если он большой, то безусловно это важно. Но возможно теперь ситуация изменится. На минувшей сессии власти Алтайского края спешно внесли поправки в региональный закон об инвестиционной деятельности. В правительстве планируют создать структуру, которая бы занималась выдачей грантов и льготных кредитов бизнесу. Возможно даже по 5% ставке. Но выдавать планируют не всякому, уточняют представитель губернатора края в региональном ЗАГСобрании Антон Васильев, а крупному. Чтобы активнее приходили в регион и здесь развивались. Работать новая структура будет вместо Краевого фонда развития промышленности. К слову, так и не заработавшего. Если федеральный закон требует для регионального фонда промышленного развития условия одно, там сфера промышленности, крупные предприятия, то здесь мы расширяем производственную деятельность. И соответственно для Алтайского края актуальная тема – это сфера туризма. Идея создать такой фонд возникла, когда Алтайский край получил 200 миллионов рублей от федерального правительства как премия за экономический потенциал. К этой сумме добавили еще 200 из бюджета края. В итоге на стимулирование инвестиций крупного бизнеса есть 400 миллионов. В целом эксперты считают создание фонда стимулирования крупных инвесторов приходить в Алтайский край позитивным шагом. Особенно вкупе с созданием территории, опережающего развитие с налоговыми льготами в Заринске. Но, говорит председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фридц, предложение позволит поплыть немногим предприятиям. И ожидаемого эффекта экономики в целом она может и не дать. Мы всегда выступаем, давайте помогать всем. Если мы хотим поддержать, допустим, обрабатывающую промышленность, надо тогда выработать механизм поддержки всех предпринимателей, которые работают в обрабатывающей промышленности. Как сообщают в правительстве края, механизм отбора получателей помощи из нового фонда еще прорабатывается, но работать он начнет уже в этом году. Претенденты на льготные кредиты, говорят власти, уже есть. Есть ли среди них новые для края инвесторы, впрочем, не сообщается. Хотя похожую поддержку компании края уже получали. Это предприятие, Барнаульский меланжевый комбинат, один из крупных инвестпроектов Алтайского края за последние годы. И один из последних получателей кредита из Федерального фонда поддержки промышленности. Комбинату тогда одобрили 300 миллионов рублей. Между тем, объем всего фонда стимулирования бизнеса Алтайского края составляет 400 миллионов рублей. Не намного больше, поэтому нам много ли хватит этой поддержки? Пока вопрос. Будем надеяться, что он будет пополняться, а поддержка будет действительно эффективной. Как это будет происходить, вам расскажем мы. Василий Морозов, Андрей Печоркин. Наши новости. Василий Морозов, Андрей Печоркин. Информационный канал «Город». Впервые в отделении к нашим воспитанникам-маленьким героям проекта «Надежда на чудо» зашли не врачи-онкологи, а стоматологи. Новые гости благотворительной программы. Накануне Нового года решили напомнить детям о том, что здоровье начинается со здоровых зубов. И чистить зубы нужно правильно. Причем подошли к важной теме творчески. Десятки тюбиков, но не краски, а пасты зубной. Сегодня этот материал не лечебный, а самый творческий. Капля на импровизированную палитру, еще капля гуаши, и вот уже белая кашица стала красной или зеленой. Материал для рисования готов. На такое творчество решились немногие. Оно и понятно, материал незнакомый. Но оказалось, рисовать им не сложнее, разве что мазки толще. А рисовали дети одно – зубки. Помогала им в этом художница Юлия Губернаторова. Она нередко проводит творческие занятия с детьми и постоянно ищет оригинальные способы самовыражения. В онкоотделении мастер впервые и обещает, что зайдет сюда с новыми идеями. Я, конечно, уважаю медицину, но мне кажется, любовь больше лечит. Поэтому хочется таким детям давать больше внимания, заботы. В принципе, у вас и очень такие сотрудники здесь все дружелюбные. Поэтому я даже не знаю, что поднимает детей на ноги – лекарство или любовь. Роль каждой женщины в этом мире – делать что-то доброе. Просто так. Поэтому меня просто это радует. Спасибо вам, что позволили прийти и провести такое занятие с ребятишками. Помогал замыслам маленьких художников и врач-стоматолог Евгений Защихин. Пока орудовал кисточкой, беседовал с малышами. Все вот эти ребятишки, они особенные. И каждый рисует по-разному, задает себе интересные вопросы. Самый простой – сколько чистить зубы надо? Вопросов было немало. Малыши предпочли интересоваться здоровыми привычками у профессионала. Если это говорить взрослому, это не имеет эффективности практически никакой. Ребенок все-таки поймет это уже с малых лет. И уже к взрослому состоянию сформирует у себя целый комплекс гигиенических процедур. Обрести здоровье ежедневно стараются и наши маленькие герои. И здоровые привычки обязательно перенесут в следующий год. А накануне самого волшебного зимнего праздника дети верят – чудо случится. И возможно в новом году они уже не вернутся в больницу. Анастасия Дороган, Павел Лавренин, информационный канал «Город». Праздник, наполненный музыкой и светом. Рождество сегодня отмечают католики и протестанты более чем сотни стран мира. В минувшую ночь торжественные месы прошли и в Алтайском крае. Как готовились католики и какие блюда должны быть на столе в главный праздник, расскажет Анастасия Бертенева. Семья Завьяловых не изменяет своим многолетним традициям и дружно готовится встретить наступающее Рождество. Хозяйка Светлана заканчивает последние приготовления к столу, где центральное место занимает еловый венок со свечами – символом завершения поста. Артем тем временем наряжается старшими братьями Ель и демонстрирует рождественский вертеп, который смастерил сам. Ангелы снятели с небес и пели песни, и все пришли на ковчег и сошли туда, чтобы посмотреть Иисуса. К Рождеству в Белокурихе начали готовиться еще за неделю. На традиционные декабрьские встречи собрались российские немцы не только со всего края, но и страны. Атмосфера почти домашняя – семейный театр, рождественские песни и, главное, общение. Мы с ней сразу же, сразу как встретились, заговорили на родном ягендах. Он прошел на твенце, а бы я троху, но и зонки франшафт. То есть теперь мы родственники, коли говорим на одном диалекте. Рождество – повод проявить кулинарные таланты. К этому празднику традиционно готовят национальные блюда, рецепты которых не меняются столетиями. Обливные пряники, сладкие булочки с маком и главный герой каждого стола – кухен. Это ривель-кухен, пирог с посыпушкой. И не как в Германии, там, Штройзель – мелкая посыпушка, а именно здесь большие вот ривели, здесь вы видите. В канун Рождества на праздничную мессу в Римско-католической церкви Барнаула собралось около сотни прихожан. У Артема сегодня ответственная миссия – он несет чашу со святой водой. Я бы пожелал всем католикам, чтобы Иисус Христос, который приходит в Рождество, Он не только родился вне нас, но в сердце каждого из нас. Семья Завьяловых вернулась домой. Светлана подает рождественского гуся с черносливом. Без главного блюда этот праздник не обходится. Как не обходится и без музыки, которая в рождественскую ночь наполняет не только дома, но и сердца католиков. Анастасия Бертенева, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». 27 декабря в ТРЦ «Галакси» барнаульцы смогут прочувствовать на себе мощный эффект 3D-анимации в стиле ТНТ. Только в этот день вы можете получить уникальное трехмерное фото. Помните «Матрицу»? Вот то же самое, только не в кино, а в реальности. Вы можете стать главным действующим лицом съемки абсолютно бесплатно, получить уникальную фотографию, а затем поделиться яркой и эффектной новогодней анимацией со своими друзьями и знакомыми в соцсетях. Начало акции в 16.00. Завтра днем до плюс двух. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА